Тем, кому надо, да, ситуацию, как бы я рассказал, как она была, вот, и я так, ну, насколько я знаю, будет какое-то совещание, там, совет лиги собираться, как бы, и решать этот вопрос. Ну, а хорошо, раз вы напали на судью и сломали, хотели сломать ему руку, почему же вас не наказали? Ну, судья, ну, посчитал, он был сам неправ. Судья был неправ? Ну, изначально судья был один, ну, как обычно у нас, да, даже двое судьи, сложно судить, а если судья один, то, ну, сами понимаете, еще, ну, такая игра, ну, всегда у нас с Маркой, ну, тяжелые игры, ну, по большей части. Ну, реактор мешает, да? Ну, кому-то, может быть, и мешает, там, проходу в зал, но на игру это не сказывается, я думаю. Хорошо, ну, а почему же тогда вам не был дан ни технический, ни дисквалифицирующий, не был написан рапорт со стороны судьи? Здесь я не могу отвечать, как бы, на игре был комиссар, на игре был президент линии, ну, и также был судья. Я не знаю, как бы, почему на меня ничего не написать. Но вы признаете свою вину полностью? Да. Хорошо, что бы вы пожелали лиге в ее дальнейшем развитии, потому что, ну, насколько я могу судить, потенциал у лиги большой, потому что количество игроков, которые занимались, занимаются, любят баскетбол и не хотят от него отрываться, да и атмосфера благоприятствует, что бы вы пожелали? Я бы пожелал, ну, хотя, вот, что я хочу сказать по поводу вот минусов, да, которые в лиге, как я считаю, это, как, ну, борьба каких-то кланов. Вот есть одна группировка, есть другая, каждый, как бы, тянет одеяло на себя, одни хотят, как-то, ну, подкороть других, этих, этих. И получается, как бы, каждый тянет одеяло, и это, как бы, мешает развитию лиги. Как бы, если, ну, руководство уже выбрано, вот, оно, как бы, такое, надо, ну, уже смириться и работать, как бы, на одно дело. А конкретно можете сказать, какие кланы, или, может быть, какие-то, какие-то интересы, что делить, что делить лиги? Ну, делить лиги, все хотят, как бы, ну, получить власть. Ну, а что дает, что эта власть дает? Деньги громадные, бюджет государственный, суперпоездки какие-то? Это, это уже надо спросить, как бы, у тех, кто этим занимается. Вот, допустим, я, перехожу на личности, я не поддерживаю, как бы, Панкрапова Бориса, который, как бы, ну, мне не близки его методы борьбы с нынешним руководством лиги. Я их не поддерживаю, я, как бы, калегорически против. Что вы имеете в виду под методами? Что он оказывает давление, там, угрожает? Нет. Он, как бы, постоянно ищет какие-то изъяны, какие-то минусы среди руководства, указывая, как бы, на их неграмотность, некомпетентность, вот, и тем самым, как бы, дискредитирует их в лице лиги. Как бы, если у него есть какие-то предложения, как бы, можно, наверное, ну, всем вместе встретиться, не выносить это, как бы, на общее обозрение и вместе, ну, работать. Ну, а вы не считаете, что критика, она всегда, если она конструктивная, она всегда ведет к некому развитию, к некому улучшению, к оптимизации процесса, там, руководство, управление и так далее, и так далее? Да, я согласен. Но вы не считаете, что критика указанного вами человека не есть конструктивной? Не считаю. Критика, она, я считаю, она не обоснована до конца. Все-таки она, как бы, направлена на дискредитацию руководства. То есть, вы считаете, что имидж, такое понятие, как имидж лиги страдает? Да, каждый год, ну, с командой, не знаю, там, будь то имидж, джой, как они еще назывались, там, неважно. Постоянно, вот, как бы, вот с одной командой, типа, ну, серьезные конфликты каждый год происходят. А не считаете вы, что Борис Панкратов, как руководитель и как тренер, он старается защитить свою команду? Вдруг, ну, на его взгляд, с ним поступают несправедливо, там, не по букве закона, ставят его в неравные условия? Не считаете вы, что человек просто защищает свою команду? Не, возможно, но почему именно вот его, да, в лиге 22 команды, там, ну, мужские, да, и одного человека ставят в неравные условия? И со всеми командами, у всех команд есть конфликты, да, какие-то, будь то с судьями, там, с руководством, но все находят какое-то, ну, какое-то решение, да, которое как бы устроит обе стороны, кроме вот одной команды. Ну, опять же, не знаю, может быть, у меня какое-то не очень объективное мнение на его счет, но, тем не менее, я... Ну, может, мне он просто видит в его команде, в которой играют прекрасные игроки, я надеюсь, вы не станете отрицать силы, там, Александрова, Леши, Демина, Дубовицкого... Конечно. Здесь дело все-таки в человеческих качествах, а не в качествах, а не в качестве игры, которую показывают их игроки. Как бы все-таки, я бы даже сказал, что, как бы все команды, большинство команд собираются по интересам, а не по качеству игры. Ну, конечно, как бы два фактора присутствуют. Хорошо. Что бы вы пожелали, не руководству, а как вот вы, как игрок непосредственно, пока еще, не знаю, есть ли у вас планы создать свою команду, своих друзей, как вы говорите, по интересам. Может быть, стать тренером, стать руководителем, что бы вы посоветовали игрокам, непосредственно без которых нет ни шоу, ни действия, ни игры, что бы вы посоветовали игрокам для развития лиги, что бы они не вдавались в войну кланов, как вы говорите, в политику и так далее. Ну, все-таки хочется пожелать, чтобы каждый занимался своим делом. Судьи судили, игроки играли, руководители, когда руководили командой. И если как бы все будут заниматься своим делом, то развитие лиги будет идти в большем темпе. Спасибо. У нас в гостях был Максим Клыков, экс-игрок, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, экс-игрок легендарной команды Бифи, и теперь игрок, надеюсь, что с его приходом легендарной команды Бизона. Спасибо, Максим.